Замечательно. Мой небольшой доклад, он будет посвящен полнотекстовым ресурсам. Я немного отступлю от того тона, который задала Ирина в плане открытого доступа. Я об этом еще скажу в конце, на самом деле, поскольку издательство Вайли является активным участником этого движения во всем мире. И мне кажется, там есть несколько моментов, которые будут интересны для вас, для участников нашей сегодняшней встречи. Вот. Поговорить я хочу рассказать тоже на правах, скажем так, спонсоров, в основном про наши ресурсы, конечно же. Я надеюсь, что что-то из этого будет для вас интересно, полезно. И, может быть, мы в какой-то момент сможем приблизить ту желаемую ситуацию, когда у нас будут трансформативные, трансформационные сделки, в том числе и в Украине, может быть, с издательством Вайли и не только. Когда все будет бесплатно доступно в плане чтения, да, а единственное, что с публикацией нужно будет разобраться. Меня зовут Сергей Парамонов. Я являюсь представителем издательства Вайли в нашем регионе. Занимаюсь вопросами научной коммуникации, в общем-то, уже давно. И наукометрией в том числе. Один из моих интересов. И вот мы сейчас слушали довольно такой основательный доклад относительно различных инструментов, связанных так или иначе с оценкой научных исследований их и наукометрическими какими-то показателями. И в этой связи у меня относительно недавно родилась такая интересная история, которую тоже хотел бы поделиться. То, что наукометрия – это, скажем так, руль, которая позволяет вам вашего автомобиля, вашего автомобиля в науке позволяет вам настраивать направление, так сказать, или выбирать это направление, да, той дороги, по которой едете. Но есть другие моменты, которые, ну, есть другие, скажем так, компоненты этого автомобиля, которые, тем не менее, позволяют ехать. И вот полный текст, я бы сказал, это колеса вашего автомобиля в науке, потому что без доступа к информации, новая информация, новую информацию очень сложно создавать. Сейчас движется открытого доступа и открытой науки, то есть полностью открытости. Очень важно использовать как можно больше источников, потому что в любом случае информация будет проверяться. И, конечно, нам важно, ученым важно показывать, что их исследования и новые публикации основаны не только на их каких-то домыслах или на них каких-то результатах сиюминутных, но в том числе учитывают те достижения, которые были сделаны раньше. Поэтому мне бы хотелось немножко сместить сейчас фокус в своем небольшом докладе, именно на полнотекстовые ресурсы, что они, тем не менее, не потеряли актуальность в нашей текущей ситуации. Ну, как, опять же таки, я думаю, для вас не будет секретом, у современного университета или научной организации есть много разных задач. И я бы вот здесь тоже хотел бы отметить, что, несмотря на то, что у университета современного есть такие большие, высокоуровневые задачи, как привлечение новых студентов, талантливых желательно, да, показания результата для общества, научной репутации, естественно, нужно это показывать, что, безусловно, связано с рейтингами университета. Для выполнения этих задач существуют разные департаменты и разные способы достижения, но, учитывая то, что все мы сейчас живем вот в эту информационную эпоху, очень важную роль занимает именно библиотека, информационный центр, информационно-ресурсный центр, по сути, поскольку информация является ключевой составляющей успеха любого современного университета, любой научной организации. И вот здесь вот зелеными этими кружочками показаны различные задачи, которые в современной библиотеке сталкиваются. И мне кажется, вот во всей нашей дискуссии я бы хотел отметить, что роль библиотек действительно с каждым годом, она трансформируется, и она становится все более и более важной и значимой для университета. Другой вопрос, что понимает ли это университет и научная организация со временем. Вот я думаю, с этим вызовом, скажем так, мы сталкиваемся очень часто. Ну, вот насколько я могу судить, по общению с нашими партнерами, подписчиками в разных абсолютно странах нашего региона прежде всего. Вот, так что я надеюсь, что со временем мы все время... ...вот это вот предвзятое, скажем так, отношение к библиотеке, и все-таки действительно показать, что библиотека, она имеет ключевое значение для университета. Ну, а дальше, в общем-то, здесь вопрос научной публикации, как всегда, возникает, и я тут углубляться в детали не буду, поскольку Ирина уже показала очень много различных элементов библиометрического анализа публикационной активности Украины. Да, я лишь отмечу то, что, конечно, мы... Конечно, каждый университет и каждая научная организация, я думаю, все темы и организации, в которых вы работаете, так или иначе ставят довольно амбициозную, четкую задачу повышения публикационной активности. Да, и в этом плане у нас есть куда стремиться в данном случае. То есть на этом графике есть... Ну, представлено несколько стран из нашего большого достаточно региона, скажем так, русскопонимающего, условно его назовем, да. Вот, поскольку у нас очень у многих... Очень многие проблемы, скажем так, сложности, они очень... Они похожи, да, и поэтому, наверное, имеет смысл как-то это объединять. Рост публикации есть, он очевиден, но, безусловно, есть и потенциал, куда это можно развиваться. Так вот, с другой стороны, вот уже со стороны издателя, я хотел бы дополнить эту картинку анализом, небольшим, очень простым анализом к подаче рукописи в журналы, в данном случае нашего издательства, в издательство Вайли, в нашем с вами регионе. Опять же-таки здесь можно выделить то, что количество рукописей, которые подаются украинскими авторами в журналы Вайли, оно держится на достаточно высоком уровне по сравнению со многими другими странами. В нашем регионе только вот Казахстан в последнее время начал немножко догонять. При этом, опять же-таки, вот если вернуться на предыдущий слайд, буквально на секунду, вы увидите, что все же консультация казахстанских авторов, оно ниже, чем авторов из Украины. Тем не менее, как бы количество рукописей, оно растет. Это связано с тем, что, соответственно, процент принятия этих рукописей в Украине и в Казахстане, он разный. Ну, что косвенно свидетельствует о качестве подаваемых рукописей. На самом деле, эту тему можно долго продолжать, потому что здесь мы вступаем на, мне кажется, в область, скажем так, этики научных исследований, различных этических вопросов, да, и то, что сейчас очень-очень популярно и связано так или иначе с открытым доступом. Но пока делать этого не будем. Так вот, как же изменить эту ситуацию? Какие факторы оказывают наибольшее влияние на публикацию наших авторов в международных журналах? Да, и здесь, мне кажется, можно выделить несколько таких разных факторов, на самом деле, очевидным, и, наверное, самым таким важным является финансирование. Как ни крути, но вот того, как будет при финансировании наша наука, будет зависеть в том числе и показатели научных публикаций, и в том числе, то есть количество этих, прежде всего, публикаций, вот, ну и в какой-то степени цитирование. На этом графике мне он очень, как бы, нравится тем, что он очень простой и очень показательный одновременно. С одной стороны, столбиками здесь показаны ВВП по странам, да, по данным Всемирного банка, а с другой стороны, вот, зеленой линией показано количество научных публикаций, опять же-таки, в данном случае это источник Саймагу, прошла, позапрошлогодний причем, но ситуация критически не изменяется. То есть вы видите, что есть определенная корреляция между размером ВВП страны и количеством публикаций в этих странах, да, безусловно, от этого ВВП еще нужно какой-то процент взять, то есть какое количество бюджета инвестируется в развитие науки, научной инфраструктуры, безусловно, но в целом, чем больше ВВП, тем больше, конечно же, страны могут позволить себе на развитие науки. Ну, как ни крути, но, боюсь, что вот с вопросом, при распределении доходов государства и, соответственно, инвестированием в науку, я боюсь, вот мы с вами вряд ли здесь мы можем как-то существенно повлиять на ситуацию, все-таки это политика и это какие-то другие большие соображения, поэтому наши возможности, как минимум, здесь ограничены, да, и повлиять на получение бюджета и распределение бюджета в сторону развития там науки или, если быть ближе к библиотекам, в сторону развития библиотечных ресурсов, скажем так, это, по крайней мере, непростая задача. Но есть вещь, на которой, тем не менее, мы с вами, ну, мы как издатели, а вы как библиотекари, вы можете, то есть специалисты в области информации на самом деле, можем повлиять. И это касается прежде всего использования научных ресурсов, да. Опять же, этот слайд, он показывает наличие некой взаимосвязи между количеством публикованных статей и числом просмотров электронных ресурсов. Ну, здесь конкретно столбиками показано количество публикаций по странам, как вы видите, в 2018 году, тоже по данным Web of Science еще, а линия темно-синяя с точками – это количество просмотров полных текстов журналов Wiley в этом же году в этих же странах. Главная, скажем так, идея этого графика… Да, и обратите внимание, что число у нас публикаций измеряется в тысячах, а количество просмотров – в миллионах. То есть, условно, можно посчитать, какое соотношение вот этого количества просмотров к одной публикации, да, и получается разные интересные цифры. Но, конечно же, здесь основная суть этого графика в том, что все-таки чем больше читают, тем больше публикуются. Чем больше есть… чем шире доступ и чем шире возможности у ученых и исследователей в плане доступа к электронным ресурсам, тем выше шансов на то, что они будут далее публиковаться в этих же электронных ресурсах, в этих электронных журналах международных, или же, как минимум, они будут использовать литературу, которую они таким образом получили в доступ, в своих научных исследованиях, для продвижения своей научной мысли, с одной стороны, ну и, конечно же, в плане использования для… использования в обзоре литературы, например, для своей публикации. Вот. То есть это главная идея. Конечно же, здесь нет четкой… Конечно, целью этого графика не является показать, что чем больше читают журналы, тем больше публикуют. На самом деле, похожую корреляцию вы сами можете построить, я уверен, на данных других издателей, полнотекстовых ресурсов. То есть главная все-таки идея – чем больше читают, тем больше пишут. И вот это вот то, на что мы, мне кажется, можем частично повлиять, по крайней мере, в большей степени, чем на распределение финансов глобально, скажем так, поскольку здесь уже возникает вопрос использования и развития, точнее, культуры, использования электронных ресурсов в отдельно взятом университете или научной организации для того, чтобы продвигаться в своих исследованиях и публиковаться больше. Качество научных исследований в этой связи и публикация, в общем-то, взаимосвязано, да, я к этому так или иначе веду, потому что в зависимости от того, как я уже говорил, как много у нас читают ученые, исследователи, зависит то, как успешно проходит их исследование, в каком направлении. То, что, конечно, исследование – это довольно сложный, сложно организованный процесс, как ни крути, то есть тут разные есть аспекты, безусловно, но если рассматривать именно аспект планирования этого исследования и выбора наиболее оптимальной стратегии развития этого исследования, да, последующих шагов, безусловно, наличие предыдущего знания, наличие предыдущих результатов других исследователей, возможно, в другой точке мира, они позволят какие-то этапы сократить. А это сокращение времени, это сокращение ресурсов для исследователей. Это значит, что они могут быстрее достичь тех результатов, к которым они стремятся. Ну, безусловно, дальше у нас, просто как у нас есть результаты, и они уже таким образом получились быстрее, они получились, возможно, качественными, да, уже возникает возможность, появляется возможность эти результаты как-то обобщить, объединить в одну статью, в рукописи, эти опубликовать. Ну, и, конечно же, чем выше качество наших исследований, чем выше качество обзора литературы, тем выше вероятность того, что наше исследование будет цитироваться. Ну, а дальше это ведет, конечно же, обратно к финансированию. Опять же, для ученых финансирование проявляется либо в форме получения грантов различных организаций, да, либо же в форме внутреннего какого-то финансирования для лаборатории, например. То есть здесь уже разные совершенно аспекты, но факт остается фактом, что чем лучше у ученого или у коллектива ученых публикационная история, тем больше шансов для них в дальнейшем получить там поддержку финансовую или политическую для дальнейшего развития. И что самое важное, как бы успех отдельных ученых, он в итоге потом сложится суммарно в успех и репутацию целой организации, поскольку за каждым человеком, за каждым ученым так или иначе стоит организация, чаще всего, да, к которому он так или иначе аффилирован, приписан, да, и это все в итоге, конечно, хорошо для всех, и для ученого, и для организации в целом. Вот. Ну и после этого, опять же-таки, литература, как еще раз повторюсь, в общем, на мой взгляд, является важнейшим элементом вот этой вот цепи. Если мы его отсюда уберем, то у нас возникает явный провал в том, как успешно мы можем проводить наши исследования. В развитии этой темы, опять же-таки, на современном уровне, мне кажется, тоже важно понимать, что электронные ресурсы, полнотекстовые ресурсы – это не только содержание. То есть если раньше, я не знаю, когда еще в эпоху, может быть, бумажных версий журналов, у нас в основном ценность представлял именно сам журнал, сами публикации, сами публикации в этом журнале, и именно поэтому эти журналы выписывались, потому что они дальше использовались учеными, читались, использовались, может быть, в образовательном процессе. Сейчас в эпоху электронных ресурсов, помимо содержательной составляющей, полнотекстовые ресурсы имеют разные другие компоненты, издатели их предоставляют. Ну, я думаю, вы это тоже видите по тем компаниям, с которыми вы работаете, даже по простым ЭБСкам. Все равно каждый производитель ЭБС или каждый поставщик, каждый провайдер, он стремится не только предоставить контент, но он также предоставляет различные дополнительные сервисы, которые позволяют извлекать из этого контента наибольшую пользу. То есть здесь и обучение, как вы здесь видите, то есть различные программы по обучению, использованию этого ресурса, и, как правило, так или иначе, эти программы связаны, как бы привязаны к каким-то наиболее актуальным темам, которые сейчас волнуют большинство ученых. Контент – это источник потенциальных новых взаимодействий, коллабораций. Мы всегда для ученых это является как раз источником этой информации, потому с кем можно взаимодействовать, кто проводит исследования в этой области. Ну и контент – это важный элемент и возможность партнерства, который можно развивать между… уже который библиотеки могут дальше развивать с издателем, с этим провайдером. Если говорить, например, про издателей конкретно, полнотекстовых ресурсов, в современной, скажем так, ситуации сейчас вот это партнерство, оно настолько тесно, что библиотеки и издатели могут взаимодействовать, в том числе на уровне каких-то формирований, каких-то предметных коллекций научных изданий, когда требуется помощь для какого-то отдельного подразделения, отдельного факультета, отдельного лаборатории. Ну, я думаю, все знакомы… Я думаю, так сказать, рассказывать про библиотекаря предметников нет смысла, да, вы все прекрасно понимаете, что это за концепция, да, но вот на современном этапе не все университеты могут позволить себе такой отдельного предметника по каким-то направлениям, да, все-таки, опять же-таки, я думаю, надеюсь, что это в какой-то момент трансформируется, да, но тем не менее. Так вот, для того, чтобы тем не менее решать эти проблемы, есть издатели, и библиотека может рассчитывать на помощь издателя для… вот в этом вопросе. Исследовательский цикл, он большой, и, в общем-то, здесь ничего нового для вас нет, и я просто хочу на этом слайде немножко показать, как, например, на примере издательства «Вайли», как издатели в современном мире помогают библиотекарям, а те, в свою очередь, помогают ученым достигать, достигать, в общем-то, своих результатов, да. Весь исследовательский цикл можно разбить на несколько этапов, здесь они все как раз для вас представлены. Два основных, скажем так, компонента – это, собственно, проведение исследований и публикация результата. Так вот, на этапе проведения исследований, как правило, издатели предоставляют свой контент. Это, собственно, основная задача, основная цель и, так сказать, назначение, точнее даже сказать, назначение вот этого контента – все-таки помогать ученым и исследователям формулировать свои идеи и проводить свои исследования. Для этого существуют периодические издания, типа журналов, материалов, конференций, для этого существуют книги, справочные издания, то есть уже систематизирующие какие-то не периодические издания, которые так или иначе помогают исследователям на этом этапе. Далее, собственно, вот это вот, ну, скажем так, на самом деле у каждого издателя есть своя платформа, как правило, на которой все эти результаты приведены и публикуются. Ну, скажем, из-за того, что у каждого издателя сейчас есть такая платформа, возможно, возникает всегда в некотором роде путаница и сложность для ученых, где, вот, в плане того, что как искать, где искать, где вот, как полностью охватить, скажем так, источники для своих исследований. И на этом этапе, с одной стороны, у каждого издателя, конечно, есть своя платформа, с другой стороны, есть некие обобщающие уже ресурсы, discovery-сервисы различные, про которые, я уверен, вы слышали там, ну, и тот же Google Scholar, который позволяет также вам, по большому счету, заменить этот discovery-сервис для того, чтобы ученые могли находить полнотекстовые ресурсы, независимо от того, во-первых, где они находятся, во-вторых, если у них доступ непосредственно там, где они находятся. Ну, а если у них есть доступ, то тем более они его получат. Кстати, сказать, с Google Scholar очень многие издатели взаимодействуют, и, например, у Wireless Google есть большое партнерство, то есть если, например, вы работаете в своем университете из-под своей сети IP-адресов и получаете доступ к полным текстам, да, то вы можете привязать, это автоматически делается свой вот этот доступ к Google Scholar, есть такая программа Google Campus Activated Subscription Access, Google Kaza, и, по сути, после того, как вы зашли вот в свой профиль Google со своего IP-адреса в университете, вы затем сможете пользоваться, скажем так, удаленным доступом через Google Scholar, полнотекстным ресурсом, в котором у вас оформлена подписка в своем университете через Google Scholar. То есть это довольно удобная вещь, при этом статистика все равно будет учитываться. Вот, ну а дальше, если двигаться по нашему исследовательскому циклу, издатели уже здесь предоставляют абсолютно разные ресурсы, разные дополнительные сервисы, которые очень часто идут дополнительно и часто бесплатно к тому, что, вот, собственно, полным текстом. Например, здесь уже, видите, вопрос возникает, как найти журнал, подготовить рукопись, подготовиться к лицензированию, а публикации. Собственно, на этапе поиска и подготовки рукописи есть разные ресурсы. У Вали есть, у Вали Journal Finder, есть различные ресурсы у других издателей, для того, чтобы помогать исследователю найти подходящий журнал для публикации своей статьи, да. Каждый издатель, опять же, про это, мне кажется, тоже, в общем-то, вы прекрасно осведомлены, проводит огромное количество информационных семинаров, обучающих семинаров, помогая ученым определяться с тем, как публикают свою статью или как правильно ее оформить и так далее. Вот. Не забываем при этом, что сам издатель является, является, собственно, предоставляет возможность авторам публиковать их статьи в журналах, которые он издает. То есть, собственно говоря, в этом плане издатель, он и с точки зрения предоставления контента, и с точки зрения потенциального журнала, где можно публиковать свою статью. Вот. И так далее. То есть, ну, в этом плане и Вайли, и, как и любой другой издатель, он на каждом этапе исследовательского цикла. И здесь еще раз подчеркну, что в современном мире издатель это не только полные тексты, это шире гораздо. Но полные тексты, конечно, являются основой, так или иначе, для этого развития. Теперь уже непосредственно немножко, пару слов я расскажу про Вайли. Напомню, что, если кто помнит, в начале года у нас был, на самом деле, тестовый доступ в журнале. Журналом Вайли через ЧНТ, ЧНТ-техническую библиотеку, да, соответственно, там порядка 50 организаций участвовало в этом тестовом доступе, но потом случился ковид, и, так сказать, все у нас немножко затухло, затормозилось, но, тем не менее, доступ был, и я надеюсь, что вы успели, и ваши ученые тоже успели воспользоваться этим доступом. Статистика, какая у нас, кстати говоря, была, и если вам интересно будет посмотреть на эту статистику, если вы ее вдруг не получали, да, напишите мне после этого, после этой конференции, обязательно посмотрю, что можно найти. Вот, тогда у нас, кстати говоря, были в доступе все журналы Вайли. На текущий момент Вайли Охват публикует порядка полутора тысяч журналов по всем ключевым дисциплинам научных знаний. При этом у Вайли, Вайли, скажем так, существенно, скажем так, не отличается от других издателей, с которыми вы наверняка знакомы, но, тем не менее, мы стараемся тоже как-то выделяться всегда, потому что нельзя сказать, что наши журналы лучше, чем журналы других издателей. Безусловно, нет. Для ученых и для науки наши журналы, они представляют собой определенную ценность, потому что они просто другие, они, ну, как бы-то другие аспекты могут быть, другие редакторские коллективы, другая репутация. Поэтому в этом плане, конечно, журналы являются комплементарными. Но, скажем так, то, чем мы стараемся отличаться, не отличаться, а выделяться на фоне других издателей, может быть, это то, что мы не стремимся быть всеобъемлющим издателем, да, и у нас наше количество журналов полторы тысячи, там, 1600, если брать все журналы, в том числе открытый доступ, да, и издательство не увеличивает количество этих журналов, очень консервативно к этому подходит, но обращает большое внимание именно на качество этих журналов. И вот здесь, например, на этом слайде, я думаю, вы увидите на каждой презентации Вайли, то, что мы отмечаем, что в наших журналах публиковались и публикуются нобелевские лауреаты. Далее, то, что каждый, наверное, представитель Вайли вам скажет, то, что Вайли является лидером по числу изданий научных сообществ. Опять же, это очень важное отличие, здесь пару слов все-таки упомяну. Вайли публикуют больше половины журналов, это журналы научных обществ, то есть это не собственные журналы Вайли. То есть как это происходит? Вот есть, например, Американская антропологическая ассоциация, эта антропологическая ассоциация, она издает свои журналы, собственно говоря. Поскольку, что такое антропологическая ассоциация? Это ассоциация научных ученых, антропологов, в данном случае в Америке. У них есть набор своих журналов, которые они издают в том плане, что они поддерживают их жизни, они обеспечивают редакционную политику, они обеспечивают рецензирование этих журналов. То есть они следят за качественным и за содержательной составляющей этих журналов. Но Вайли для вот этого сообщества выступает партнером в плане издательства этих журналов. То есть мы издаем эти журналы и распространяем. То же самое касается, например, вот если есть среди вас, кто работал с геологами и геофизиками, есть, например, Американский геофизический союз. Это один из самых уважаемых геофизических союзов. Мне кажется, каждый географ вам про него песню споет обязательно. Так вот, опять же-таки, Агу и Вайли являются многолетними партнерами. И то же самое. Агу выпускает журналы, которые в дальнейшем мы публикуем, распространяем. И в этом суть взаимодействия издателя и научного общества. Именно поэтому качество научных журналов этих обществ, оно держится на высоком уровне. То есть это научное общество, оно из ученых состоит. Соответственно, им важно, чтобы их научные журналы также публиковались, также котировались. То есть поэтому здесь как бы элемент качества всегда отслеживается. Ну а если углубляться уже библиографический, а библиометрический анализ, я думаю, здесь имеет смысл посмотреть на какие-то независимые оценки коллекции журналов Вайли. Один из таких недавних, последних оценок проводил Российский фонд фундаментальных исследований. Я здесь оставлю ссылку для вас на будущее, потом, может быть, будет интересно посмотреть. Один из главных, мне кажется, выводов, который лично я, ну, мне действительно он важен, и я думаю, важен для всех, то, что большая часть журналов Вайли попадает в первый-второй квартель по сайт-скор. Это метрика скопуса, как вы знаете. Но, опять же, большая часть, вот на этом графике вы как раз видите, большая часть – это первый-второй квартель. Это, собственно, это про качество наших журналов и то, как мы подходим к формированию коллекции журналов. Вот. Ну, и как это всегда бывает, ученые знают журнал и часто не обращают внимания на то, кто его публикует. Поэтому я уверен, среди ваших ученых есть многие, кто знает, например, Ангиванте Шеми, это один из ключевых журналов Фахини или Advanced Materials по материаловедению. Да, но, возможно, не ассоциируют этот журнал с издательством Вайли. И таких журналов довольно много, и не только в области естественных наук и технических наук, но в том числе и в области гуманитарных наук, как, например, здесь вот тоже Journal of Finance – один из ключевых, если не ключевой журнал по финансам, который, как правило, выписывают центральные банки в том числе. Ну, и, как я уже сказал, все эти ресурсы доступны на Valium Library, это наша платформа. Доступ у вас к ней так или иначе он всегда есть. Да, единственное ограничение в отсутствии подписки – нет доступа к полным текстам. Он ограниченный, но открытый доступ, он никуда не девался, поэтому, конечно, вы сможете даже на этом этапе посмотреть. Ну, на правах, скажем так, спонсоров, в данном случае я все-таки отмечу, что, да, мы были бы рады, на самом деле, развивать подписки в Украине на наши журналы, и мы сделали такую попытку вот в начале этого года за счет тестового доступа. К сожалению, ковид нам испортил все планы, потому что все-таки я планировал более тесное взаимодействие и, может быть, какие-то очные выступления. Вот, собственно говоря, изначально очень хотелось как раз приехать и лично выступить в Киеве именно на нашей текущей конференции еще тогда, весной, не сложилось, к сожалению. Да, но, тем не менее, я надеюсь, что мы вернемся еще к этому вопросу. Не знаю, уж получится на национальном уровне или все-таки на индивидуальном уровне, но если говорить про индивидуальный уровень, то Вайли, как и многие другие издатели, подходят к вопросу подписки довольно гибко, то есть здесь в этом плане мы можем подписывать как отдельные журналы, так и какие-то подборки, при этом в зависимости от глубины архива вот этой подборки цена этого подписки может варьироваться, а это значит, появляется некая гибкость в плане бюджетов, что, как всегда, является довольно чувствительным вопросом. Вот, в современных условиях доступ к Вайли, доступ к ресурсам предоставляется как по IP-адресам организации, через современные способы, методы удаленного доступа, шибалет или прокси, но в том числе через вот такой вот доступ, который я буквально вот рассказал вам, через Google Каза и через личный кабинет на платформе. То есть вот это вот все работает, без ограничения количества пользователей загрузкам, детальная статистика использования в Counter-5, опять же-таки, надеюсь, ну, то есть это вот тоже очень важный элемент, каждый издатель современный тоже следует этому пора, этому стандарту статистики. Вот, ну и, конечно же, различные ресурсы по поддержке обучениям наших пользователей. Во-первых, ну, текущий момент – это в основном материалы, доступные на английском или на русском языке, в зависимости от предпочтений авторов. Есть материалы и брошюры на наших сайтах, есть наш канал YouTube. В обычное время, скажем так, без пандемии, которую, надеюсь, мы в какой-то момент все-таки все переживем, безусловно, мы смогли бы организовывать и очные семинары. На текущий момент пока что это вебинары для пользователей, да, ну, я думаю, что все уже к этому так или иначе более-менее привыкли, смирились, вот. Но хотелось бы вернуться к стандартным, скажем так, обычным вещам в какой-то момент. То есть вся эта поддержка существует, мы старались ее проводить в том числе и предоставлять в течение тестового доступа, если я не ошибаюсь. У нас было пару семинаров с одним из наших редакторов, кстати говоря, на украинском языке, да, поскольку, да, наша коллега, который работает сейчас редактором одного из химических, их одно из, кстати говоря, очень важных химических журналов, да, она как раз проводила такой семинар по академическому письму весной этого года, да, на украинском языке. То есть я думаю, что здесь мы можем представить разные точки зрения и разных спикеров, что, мне кажется, будет также важно, да. И, кстати говоря, вот этот виртуальный формат, он как раз это и позволяет сделать, в отличие от обычного, скажем так, очного. Так что будем использовать по максимуму, что есть. Вот, в конце напутствие, значит, для вас, если вы считаете, что для вас будет интересен тестовый доступ, присылайте, пожалуйста, свои заявки мне, да, попробуем еще что-нибудь организовать, да. Как всегда, тестовый доступ, он преследует одну цель, это определить параметры подписки. Тестовый доступ мы организовывали этим лет, этим весной на три месяца, да, ну, то есть, в принципе, такой длительный или на два. В общем, один-три месяца – это вполне возможная история, поэтому если вы считаете, что для нас, для вас это будет важно, давайте это сделаем, еще раз попробуем, посмотрим, да, попробуем побороться за подписку, потому что я думаю, что доступ к полнотекстным ресурсам имеет огромное значение. Еще раз возвращаясь вот к этому нашему слайду, моему точнее, да, все-таки чем больше читают, тем больше пишут. Это аксиома, которая уже вот не один год на моем опыте доказывалась, проверялась разными организациями в абсолютно разных странах, в разных организациях по всему миру. Вот, ну и в конце пару слов о Вайле, да, как бы я уже там порядка там несколько, порядка там сколько, минут 20-25 уже рассказывал вам про все это. Вот, Вайле – это одно из старейших академических издательств, оно сейчас международное, в разных странах присутствуют наши офисы, ну и поскольку вот у нас сейчас неделя этого открытого доступа, да, хочу отмечить, что Вайле является большим приверженцем принципов открытой науки, мы развиваем абсолютно разные направления, да, на самом деле, открытая наука, открытый доступ – это отдельная тема, про которую еще можно еще целый доклад сделать, конечно же, поэтому наставим его на другой раз. У Вайли есть огромное количество примеров таких вещей, в частности, вот о чем сегодня Ирина говорила, это вот это открытое рецензирование, transparent peer review – это один из таких интересных проектов, которые мы проводим вместе с Pablons, да, и около 60 журналов издательства Вайли сейчас эту практику открытого рецензирования, например, внедряют в свою издательскую деятельность и публикуют рецензии на свои статьи непосредственно в Pablons. Вот, ну и помимо этого, количество журналов открытого доступа у Вайли сейчас растет с каждым годом, это вызвано вот тем большими изменениями в нашей публикационной сфере, да, с переводом, как бы, переходом издателей и организаций, и финансирующих организаций, в том числе, на вот эту модель открытого доступа, поэтому мы тоже туда двигаемся, и количество журналов открытого доступа растет, ну и, конечно же, возможности для публикации в открытом доступе тоже увеличиваются. Так вот, сейчас у нас, если всего у нас где-то порядка 1500 журналов, порядка 10%, как вы видите, это журналы золотого открытого доступа, большинство других – это журналы гибридные, то есть возможность публиковать статью в открытом доступе в них есть, но они до сих пор являются подписными, но порядка 150 журналов – это золотого открытого доступа, и в конце тоже хотел бы отметить, что Украина попадает в список стран, для которых действует специальная программа по, значит, уменьшению стоимости, по уменьшению размера APC для авторов из Украины, то есть в данном случае 50% скидка действует для всех авторов из Украины, если автор является автором для корреспонденции и подает свою статью в один из журналов золотого открытого доступа, в журнале Вайли, естественно, да, как бы автоматически эта скидка будет применяться, поэтому я думаю, что для вас, возможно, это будет интересная и важная новость, вот, так что надеюсь, что, может, кого-то из ваших авторов это точно заинтересует. Вот, ну и на этом, пожалуй, все. Благодарю вас за внимание.